Я, я смогу вернуться, если мы наберем 15 тысяч лайков Наверное, каждый из нас мечтал стать космонавтом Но не каждый думал о том, что можно летать в космосе на буханке Нет, 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 нет! Вот это я перегрелся, космическая буханка, вот бред же, да? Или нет? Космическая буханка Это же отличная идея, друзья! Всем привет, с вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живи! И сегодня мы с вами соберем космический проект, связанный с нашей любимой буханкой Все же мы любим наш УАЗик, да? Поэтому ставим лайки и погнали! У меня имеется вот это вот чудо Красная буханка, сейчас у нее нет колес и всего остального Я ее готовлю к очень крутому проекту, такого вы еще не видели Вот здесь кусок буханки, здесь куска уже нету И вот там точно такого цвета у меня находится другая морда от другой буханки И может быть вы уже догадываетесь, что мы хотим с этим проектом сделать? Если да, то пишите в комментах Но сегодня мне пришла в голову, мне приснилось, что я должен сделать космическую буханку Я обожаю различные видеоигры, связанные с космосом Мне очень нравится вообще история космических кораблей и космических сражений Поэтому сегодня мы будем делать космическую буханку У меня есть буханка рыжего цвета И мы превратим эту самую рыжую буханку в настоящий космолет Так что погнали! Да, все прям в точности, как у меня во сне Космическая буханка Не терпится начать бороздить просторы космоса А я понял, почему мне такой сон приснился Я очень много сейчас играю в одну офигительную игру Honkai Star Rail Которая тоже связана с космосом И она мне очень нравится Honkai Star Rail Это новая RPG игра от Hoyleverse Которая уже доступна на ПК, PlayStation 5 и мобильные устройства И если вы до сих пор не знали про эту игру То 100 миллионов скачиваний за год уже говорят сами за себя Это реально классная игрушка Именно поэтому мы разместили на этой космобуханке Логотип этой потрясающей игры Которая стала одной из самых лучших по версии игровых изданий И также нового персонажа Который добавился в обновлении 2.3 Firefly Ну а среди наших известно как Сэтличок И кстати в обновлении 2.3 игроки были приглашены на борт лучезарного шпата Где пройдут переговоры между КММ и семьей Которые определят будущее Пенаконии Светличок это кстати говоря очень мощный и интересный персонаж Это Мехомор И это самый мощный персонаж Керри всей огненной стихии У нее есть две формы Она может быть как девушкой так и Мехом Как в бою так и в обычной жизни Но в бою Мех может применять сверхспособность И превратиться в полностью сгоревшего мотылька Кто бы вообще мог подумать Что под такой мощной броней скрывается обыкновенная милая девушка Превращение Светличка из девушки в Меха А затем в полностью сгоревшую форму Впечатляет на каждом этапе И если грамотно использовать этого персонажа Можно наносить очень много сверх урона Благодаря пробитиям уязвимостям и сверх пробитиям В версии 2.3 появятся новые события Такие как обновленная виртуальная вселенная и игровой автомат В событии на игровом автомате Игроки возьмут на себя роль птиц-оригами И сразятся с противниками в игре в три ряда В этом обновлении виртуальной игровой вселенной Игровой процесс станет легче, но разнообразнее Поэтому вам я рекомендую его обязательно попробовать Если вы все еще не играли в Фонкай Стар Рейл Я рекомендую вам это сделать прямо сейчас В версии 2.3 также появятся новые пещерные реликвии И планарные украшения Было решено вернуть два популярных персонажа Жуань Мэй и Аргенти И еще приятный бонус Вас ждут 10 прыжков в подарок Ходите в игру в течение 7 дней Чтобы получить 10 особых звездных пропусков Их можно использовать для получения светлячка И Сэма, тоже нового персонажа Так что игра это просто потрясающая А новые персонажи очень мощные Мне самому не терпится их попробовать Ну и вы кстати говоря ребята Поскорее переходите по ссылочке в описании И я приготовил для вас промокод Также он продублирован в описании По этому промокоду вы получите Х50 звездного нефрита Переходите по ссылочке в описании Качайте Хонкай Стар Рейл И будем играть вместе Проходить эту неизведанную звездную вселенную Ну и вот такой дизайн у нас получился в целом Здесь у нас логотип Хонкай Стар Рейл По всей нашей космобуханке Находятся различные то огонь, то суперсилы Которые светлячок может использоваться И вот таким вот образом светлячок Она превращается в меха-бота И может также вот украшать нашу стену Точно так же как и вы можете использовать ее Сейчас в Хонкай Стар Рейл А внутри то посмотрите как прикольно У меня ребята намутили, мы сделали Здесь центр управления всем космическим кораблем Интерфейсы для взаимодействия с двигателями Здесь значит проекция Туда где мы летим Кокпит, вот эта история Чтобы управлять двигателями И различными системами Ну и самое главное, вот она Джойстик панель Вот, как в настоящих космолетах Хочешь туда, хочешь сюда, на себя И можно отправляться в космос Это получается прям капитанский кабинет Ну все, ребят Хорош ля-ля Погнали испытаем нашу космическую буханку И увидим, как на нее люди реагируют Ну что, выезжаем в чисто поле На космические испытания Посмотрим, как вообще люди будут реагировать Блин, а я знаете, что забыл Бензина-то совсем мало А мне же нужно ракетное топливо Получается, да? Ну, сейчас заправимся Заедем Ну что, я пока только доехал сюда Все, уже смотрят пальцем тыкут Конечно, такая красота Ну, надо заправиться Прежде чем отправляться в приключения Блин Как-то неприлично Я надеюсь, Ситлячок не против Ну Ну, все, хорош Погнали дальше На встрече приключения Тазик, он и есть Тазик, что поменялось Антенну добавили От этого он не стал быть другой машиной Вперед! Интересно, сколько передач нужно 402-му Чтобы выйти на первую космическую? У меня, в любом случае, только 5 Да ну Реально? Откуда здесь 5 передач? Вот Мужик на Ниве Так он не в фигасе И, правда говоря, я чуть-чуть стал пошире Я все еще в габаритах Мы померили Ничего не нарушаем Благодаря боковым крыльям Они необходимы для контроля клина Клина, или как он правильно называется? Я забыл Короче, уровень наклона Здорово, ребят! Правильно? Жарко? Потому что у меня же двигатель тягловый Реактивный двигатель под капотом теперь Это уже не просто так Мы же в космос с вами полетим А в той-то комнате, что у меня Полноценный кокпит Это получается, здесь сидит рулевой А там капитан Ребят, если бы у вас была такая возможность Посетить любую планету в Солнечной системе На какую вы бы отправились в первую очередь? Интересно Напишите об этом в комментариях Вон улыбаются камазисты Во! В зигере девушка офигела Этот мужик не заметил ничего А снится нам не рота космодрома Мы же уху Нета ледяная синева Жара просто невыносимая Мало того, что на улице у нас сегодня Плюс 38 На территории Пермского края По факту зафиксировано А еще и вот здесь, у меня двигатель Температура двигателя Сейчас 85 где-то градусов Напишите Вы откуда смотрите И столько у вас температуры сейчас Так, светофор. Вот так вот стоим, отдыхаем на светофоре, людей пропускаем. Ну, на самом деле, самое, знаете, что поразительное, очень малое количество людей вообще обращают. Думают, это как будто бы на буханке просто прицеплено что-то по умолчанию. Хотя у нас прямо на капоте написано «космо буханка» и по левую сторону «стар рейл» и «светлячок» налепленный. А люди как-то такие, ну, вроде бы серая и серая буханка. Один трастер с этой стороны и точно такой же трастер с этой стороны. Я много смотрел космических видео и там как раз всякие аппараты, МКС, пристыковки, они подруливаются за счет подобных трастеров. Так и вот, и когда моя буханка выйдет в космическое пространство, кто-то из моих верных, получается, ребят, сможет вот так вот, находясь в багажнике, значит, подруливать при стыковке. Это очень важно. То есть вот так вот. Смотри. Вот так вот нормально. Такая система управления, думаю, более чем надежная. Сломаться здесь ничего не может. Единственное, что я думаю, это то, что буханка, она не герметична. А в космическом пространстве вакуум и там как бы воздух нужен. А, ну ведь есть скафандры. Все, вопрос решен. Ну, я думаю, хорош уже по городу просто так кататься. Всем нравится наша буханка, все показывают пальцем вверх, все ставят лайки и смеются. Я думаю, пора бы уже отправиться, испытать ее в каких-то тяжелых условиях и отправиться на взлет. Все-таки, чтобы попасть в космос, нужна очень большая скорость. А именно первая, космическая. Такую скорость я на дороге не разобью, ну никак. Поэтому мне нужно уходить на офф-роуд. Вперед, господа, вперед! Вау! Вау! Это мне нравится! Ха-ха! Оп! Оп! Все это активируем, как в Боинге. И мы готовы к взлету. Не разгоняется что-то, не разгоняется! Как сидеть-то на таком? А-а-а-а! А! Давай! Прямо в космос! Прямо в космос! Не хватает скорости! не хватает у меня кулиса вялая сломалась у меня короче между космическая кпп надо вызывать космического механика база прием космобаза прием космобуханка космавия вызывает у меня проблема хьюстон моя космическая кпп кулиса стала вялой упала упала на строение упала космическая кулиса вы отправите мне космических спасателей отлично ура нас починят помогите это космобаня смотрите космический механик иван он там проблема она такая характера вялого у меня так впервые болтается но говорят когда постарше то нормально не у меня на самом деле такого не бывает у вас бывает напишите в комментариях вон туда мне надо вон туда вот я туда отправился если у меня получилось бы полететь это такой ремонтник о отлично космомеханик иван починил все проверяем вот так вот о да кулиса на месте космомеханик иван лучший механик на во всей солнечной системе по-моему у меня кузов деформировался чуть-чуть андрей сегодня предупреждал что это произойдет у меня такое впервые если честно нифига себе его впаяло туда и все блин сломали мои трастеры и мое трастеры сломать и второй нормальный работают трастеры по крайней мере на выносливость наш космический корабль точно прошел те тесты получилось что делаешь ты так не геометично будет а вторая это вторая ступень сейчас отпадет в натуре первая ступень так ну что я думаю после этого первого испытания нужно отправляться на базу делать летучку и чипа чек-листу проверять да все таки после повреждений уже нельзя отправляться в космос да в общем то приключений было сегодня масса хоть и в космос мы не полетели но зато все очень кайфанули до признаться честно у нас было недостаточно времени для того чтобы сделать полноценный космический корабль что-то поломалась дверь отвалилась крыло вот блин тоже надо подправить теперь но если вы поставите много лайков под этим видеороликов мы обязательно продолжим наши космические приключения и будем продолжать модифицировать нашу буханку чтобы она стала настоящим космическим кораблем как из игры hong kai star rail это ведь наша любимая теперь командная игра если бы все еще и не попробовали и не играли в hong kai star rail я напоминаю что по ссылочке в описании вы можете обязательно перейти и попробовать эту потрясающую игру которая пропитана атмосферой фантастических боёв крутых приключений и космической атмосферой с вами был я вячеслав исмаилов или же вия и вся моя команда жизнь вия пока 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 а